Я приветствую вас на канале Аленин сад. В качестве эпиграфа к этому видео неплохо подойдет поговорка с паршивой овцы хоть шерсть теклок. Судите сами, хотела вырастить много-много брокколи, а вырастила семена для микрозелени. Неожиданно согласитесь, как же так получилось? Обо всем по порядку. В июле можно собирать урожай. Июль-август. Довольно скороспелое растение. Началась эта история 10 апреля с посева брокколи на рассаду. Конечно, сеять нужно не так много. Семена совершенно не откалиброванные. Семена совершенно разного размера, разного качества. Сею по несколько штук на ячейку, а потом я буду выбирать самые-самые лучшие, конечно же. К моменту высадки рассады 18 мая у нас уже созрел план поехать на лето в Калининградскую область ремонтировать дом. Тогда я была уверена, что смогу навещать мои огороды хотя бы раз в две недели, а значит, смогу собрать урожай брокколи и заморозить его. Но все пошло не по плану, как обычно. В следующий раз я оказалась на участке 5 июля. Брокколи прекрасно себя чувствовала, но еще не начала давать урожай. Я ее прополола и уехала, конечно, планируя скоро вернуться. Вернулась в итоге 28 августа. Конечно, моя брокколи уже отцвела и завязала семена. Вот тогда я и поняла, что свой клок шерсти все-таки получу. И у меня будет очень-очень много семян брокколи. Для чего они мне? Для того, чтобы зимой выращивать микрозелень. Бесплатные семена. Видите, сколько завязалось. Я в прошлом году говорила, по-моему, уже повторюсь, что если вы пропустили, например, какой-то момент, не собрали, не увидели цветов или плодов у многих растений, то вы можете и собрать семена и получить прибыль. Также семена можно продать. Семена можно использовать самостоятельно на следующий год. Или семена можно использовать на микрозелень и съесть прекрасные зеленые росточки. То есть у растения все идет нам на пользу. Все прекрасно можно использовать с умом, если подходить. 10 сентября срезала соцветия и повесила дозревать в теплице. Так они и висели в теплице до января. Сыро очень оттепели, поэтому, конечно, немножко подплесневели стручки, но это ничего страшного, потому что семена внутри стерильные, можно сказать, плесень там не образуется. Поэтому все у меня получится. Очень много будет семян. Я принесла их домой, положила в старые наволочки и разместила на ночь на радиаторы для просушки. На следующий день скалкой обмолотила семена. После просевания и продувания у меня на руках оказался большой объем семян, которые теперь можно использовать и для микрозелени, и для посевов весной на рассаду. Я сразу посеяла часть на микрозелень. Некоторые семена проклюнулись уже через сутки, но основная часть через трое суток. Схожесть была стопроцентной. Такой интересный жизненный опыт у меня получился, который, может быть, и вам пригодится. Семена ведь теперь дорогие и непонятно какого качества. Свои-то всегда надежнее. И вот сегодня, 26 января, заканчивается эпопея по выращиванию семян для микрозелени. И заканчивается она очень вкусными, полезными бутербродами с микрозеленью брокколи, выросшая буквально за три дня, с зеленым луком, который я получила после выгонки своих луковиц лука-шалота. В прошлом году получилось собрать их довольно поздно. И поэтому в этом году довольно много лука прорастает. И украшу это все колечками красивыми, разноцветными. свежего перчика, который я купила в магазине. Конечно же, это не мой перчик. Но он все равно очень красивый и очень вкусный, сладкий, полезный. Так же, как и микрозелень. Вуаля! Половина зимы пройдена. И нам очень сильно требуется восстанавливать запас витаминов. Сделаем это с помощью микрозелени. Я надеюсь, что видео было для вас полезным. И вы не забыли поставить лайк. Обязательно поставьте, если забыли. И подписывайтесь на канал Ленин Сад. Здесь уже очень много интересного про сад и огород. Более тысячи видео. А я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Немножечко осталось и придет весна.